Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Коринфянам. Это второе его послание, глава 12 стихи с 20 до конца главы и глава 13 первые два стиха. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии мое, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, «Пишу прежде согревшишим и всем прочим, что когда опять приду, не пощежу». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение второго послания святого апостола Павла Коринфянам. Сегодня мы читаем с вами конец 12-й, начало 13-й главы, где апостол Павел продолжает вразумлять Коринфян. Вразумлять потому, что их смогли смутить лже-братья. Как мы знаем, апостол Павел проповедовал Евангелие. После того, как он обратился ко Христу, к вере Христовой, по пути в Дамаск, он стал одним из самых деятельных проповедников, о чем нам говорит свидетельство прежде всего священного писания книги «Деяния святых апостолов». Ибо половина книги посвящена практически одному апостолу Павлу. Хотя суть данной книги, книги «Деяний» — это не описание жизни апостолов, это не их житие, не их биографии. Но это описание действия Святого Духа и распространение церкви. И пол книги «Деяний святых апостолов» посвящены апостолу Павлу, его деятельности. Действительно, он был очень плодовитый и деятельный человек. И он пишет в сегодняшнем послании против своих оппонентов. Как я сказал, апостол Павел был плодовитый, и это приносило, конечно же, свой фундамент, формировало в жизни церкви, но эта плодовитость, эта деятельная работа апостола Павла, она носила и побочный эффект. Люди не хотели принимать Евангелие. Были те, кто не хотел отказываться от ветхого закона. Не хотел понимать, что время ветхого прошло, не наливает новое вино в старые мехи. Это мы знаем еще из уст Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И действительно, прошло время ветхого. Закон преодолен. И не потому, что он плох, а потому, что он был лишь детоводителем ко Христу. Он лишь приводил человека к осознанию того, что необходим Спаситель. И таким образом человек обретает новые отношения с Богом. Так вот, эти новые отношения не всем были понятны. Не все хотели не то, что попытаться понять, а даже слушать об этом. И вот такая атмосфера, такая обстановка, с одной стороны, людей, жаждущих спасения, а с другой тех, которые не хотели отрываться от старого, от ветхого, не хотели обновления в духе. Вот такая атмосфера породила вот такой антагонизм в отношениях между апостолом Павлом и вот этими лжебратьями, которые пытались всячески дискредитировать апостола Павла в его трудах у язычников. И одно из средств такой дискредитации было – это обвинение, заочное обвинение апостола Павла в лицемерии, в слабости, в трусости и в различных-различных аспектах его служения, вплоть до того, что он никакой вовсе не апостол, что он самозванец, что он присвоил себе звание апостола и не имеет права его носить. И, конечно же, методичная работа множества вот таких вот лжеапостолов, лжебратьей, оно возымело успех. Вольно или невольно. Если в течение дня нам будут напевать какую-то одну и ту же песню, хотим мы того или нет, к концу дня эта мелодия будет у нас в голове. Даже если мы не хотим это слышать, не хотим это слушать. И вот такая методичная работа, методичная клевета, она тоже в определенный момент может подточить даже самое устойчивое и настойчивое сердце. Что произошло с коринфянами, они, возможно, повелись, уж простите за такое просторечие, на вот эти речи лжебратьев. И апостол Павел вынужден, вынужден защищаться. И здесь он говорит о своих опасениях в сегодняшнем отрывке. «Я бы опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желая, чтобы и вы, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». И вот какими не желает апостол Павел найти коринфян, чтобы не найти у вас чего? Раздоров, зависти, гнева, сор, клеветы, ябед, гордости, беспорядков. Вот это вот перечисление, это, конечно же, не окончательное перечисление. Это не все пороки, которые не хочет видеть апостол Павел. Но, как мы видим, вот в таких перечислениях апостол Павел дает дань традиции своему времени. Тогда были модные в среде стоической философии, среде стоиков, да и в принципе в такой литературной среде перечисления различных пороков и добродетелей. И когда апостол Павел перечисляет пороки, он просто прибегает вот к такому методу. Все эти списки пороков и добродетелей, они ходили в народе, и все прекрасно это знали. Апостол Павел просто берет и использует один из таких вот списков, которые отражают определенную духовную действительность жизни человека. И вот не хочет апостол Павел увидеть раздоры, зависть, гнев, ссоры и другие, другие грехи. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребствии, какое делали». Да, то есть апостол Павел не хочет наказывать этих людей, не хочет их оплакивать. Почему? Потому что ему придется прибегнуть к этому дисциплинарному методу, который мы читали с вами в первом послании к Коринфянам, когда апостол Павел изгонял из общины человека, и он не допускался к церковному общению. Соответственно, о чем здесь идет речь? О том, что апостол Павел не хочет наказывать людей и не хочет оплакивать тех, которых он вынужден был лишить церковного общения. И далее он говорит о том, что люди не должны так легко поддаваться соблазну осуждения апостола Павла, поддаваться на ту клевету, которую возводит на него лжебратья. В третий уже раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердое всякое слово. То есть при свидетелях говорит, при всех вас он пишет. «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствие пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Здесь апостол Павел проявляет твердость своего характера и намерение наладить порядок жизни в общине твердой рукой, к которой он не хочет и не любит прибегать, но к которой ему придется прибегнуть и к которой он может прибегнуть, в отличие от того, что о нем говорят лжебратья. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем и мы в страхе Божьем совершать дело нашего спасения, внимать словам апостола, молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам всем. Радости о Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова